Друзья, всем привет! Приветствуем, друзья! Добро пожаловать в нашу спальню! Как вы уже, наверное, поняли по названию видео, сегодня мы собираемся перекрашивать нашу спальню. Долго я решалась на это. Ну, как Вове, ему вообще всё равно. Я больше всего в этой спальне провожу время. Я здесь работаю, это мой рабочий кабинет. И вот эти белые стены, они меня два года радовали. Я как будто не могла надышаться. А потом я начала себя чувствовать как в дурдоме. Потому что я работаю целыми днями здесь. И мне захотелось каких-то таких вот живых цветов. Вова, естественно, согласился. Ну, а что ты говоришь, долго решалась? Долго решалась на цвет краски. А само решение перекрасить, мне кажется, пришло быстро. Без проблем. Не, ну, в смысле, белые стены два года были в спальне. Мы так и не решили, полку будем перекрашивать? Нет, конечно, а то будет чересчур. Ну, я не имею в виду потолочную, вот эту. Не, 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 я думаю, что не надо. Мне кажется, это правильно надо сделать, выделить. Не, я не хочу. Это придется, конечно, покорячиться, но... А мне не хочется. А давай сначала покрасим, посмотрим, а потом решим. Так, потому что сложно представить. Вообще, на самом деле, я измучилась выбором краски, как Вова уже сказал. Я, главное, вот в разных освещениях, включаешь вот этот цвет, тот цвет на карточке, что я подобрала, выглядит одним. На улице этот цвет вообще просто белый, серый. Вот сюда подставляешь, где солнце, он тоже бледный какой-то. Где нейтральное такое вот освещение, там насыщенный. Короче, в итоге я боялась заблудиться, чтобы быть слишком темная. Но все-таки мы с Вовой выбрали. Сколько? Вторая попытка у нас, да, удалась, Вов? Да, со второй попытки. Какой будет цвет стен, кстати, когда мы будем красить, я, наверное, буду снимать на телефон, потому что вот именно моя камера, вот эта, на которой я снимаю, она именно этот цвет единственное не передает. Она его передает как серым или серый-фиолетовый. Вот. Ну, Вова начал уже отклеивать, чтобы... Примерно час это займет у меня, чтобы все отклеить. Мы с Вовой как договорились. Он будет идти вот сплошняком вот это все, а я буду вот эти вот всякие места, тоненькие, подкрашивать. Вот эту линию, пытаться ровную делать, где надо аккуратно быть. Ну и снизу, наверное, тоже. А ты снизу будешь наклеивать, Вов? Естественно. А, тогда не надо будет. Я себе купила вот такую вот тоненькую кисточку. Как раз буду проходить. Слушай, а наверх нельзя наклеивать, да, эту синий, синий тейпед? Или это слишком геморройно? Можно наклеивать, чем нельзя. Можно, да? Может, тоже наклеить, чтобы я быстренько тогда проходила? Быстренько это я. Так будешь ровней. Я знаю, что так ровней. Ну, я могу наклеить. Ну, так корячится дальше. Да? Зато красиво. Ну что, приступаем. Какой цвет краски, вы, наверное, уже догадались, в последнее время я прям вот это... Сильно люблю оттенки зеленого. И решила быть ближе к природе. Вове ему все равно. Он просто мучился и ждал, когда я выберу. Нет, мне не все равно. Мне пофиг. А, да, я забыла. Все время забываю, что тебе пофиг. А не все равно. Ну и пока Вова корячится, хочу вам рассказать. Нам одна наша зрительница не потрудилась написать, чтобы указать, открыть нам глаза на то, какие же мы двуличные и лицемерные. Да? Я тебе читала. Ты что, забыл? А, это вот это, да? Да. Она только назвала нас двуличными. Хорошо. Сейчас я расскажу историю. Как раз стоим возле окна и расскажу. Как-то... В каком-то видео, кстати, стекло... А, ты про этот, про шкаф или как он? Про сарай? Да, в каком-то видео. Мы сняли у соседей. Вы там, видите? Вон тот. Сараюшко коричневый поставили. Ну и так это... Немного недовольные были, что они нарушили правила нашего сообщества. Мы просто были сильно недовольны. Не, ну да, вот так вот. Пятно вот это вот коричневое. На самом деле мы просто живем в комьюнити, в районе, где есть и Чуэй правила. Вот мы, например, не можем... Вов, мы не можем внешние стены свои каким-либо образом менять без разрешения Чуэй, да? Не можем. То есть любое наше движение, которое влияет на внешний вид с улицы, должно быть разрешено вот эта ассоциация домовладельцев. Честно говоря, я думаю, что мы даже бетон не имели права заливать без разрешения. Я думаю, что в штате Вашингтон, где мы раньше жили, если бы мы это затеяли, мы должны были бы обязаны спросить. А здесь, видимо, к этому более лояльность. Нет, дело в том, что у нас менеджмент Чуэй, он как-то переходил, менялся, что-то там не... Новый район, и все это было не налажено. Сейчас, возможно, когда у нас уже окончательно менеджмент определился и наняли такую серьезную компанию, которая управляет нашим микрорайоном, я думаю, что сейчас уже будет сложно. Вот, допустим, если мы захотим цвет стен, окон или еще что-то поменять, мы должны будем спросить разрешение. А если менеджмент сочтет, что наш дом будет не вписываться во внешнюю картинку вот этого вот нашего района, то нам просто запретят. А если мы сделаем, то нас оштрафуют. Вов, давай это расскажем, как это происходит, штраф, когда не платят штраф, что дальше происходит? Ну, вот, скажем, там, кстати, Вашингтон у нас, где наш брат, дядя Витя, нас живет, там кто-то из его соседей тоже вот так не санкционированно поставил тоже щедо, сарайчик. Тут же пришло письмо, в котором было написано убрать в такой-то срок, если не выполняете вот такой-то штраф. Но сначала не очень большой штраф, там 200, там незначительные штрафы, там 250-300 долларов. Если в этот срок не выполняешь, приходит мощный штраф уже. Уже тысячи. Тысячи. До пяти тысяч, мне кажется. Они там еще как-то проценты накручивают. Помнишь, есть кто-то из блогеров, которые там где-то жили в Сиэтле, рассказывали, у них там были проблемы. Ну, неважно. Неважно, да. Там как-то еще процент растет, со временем нарастает этот штраф. Если человек продолжает ничего не делать, не выплачивать, не убирать, просто у них конфискуют этот дом, продают его. Это ассоциация. Из этих денег, вырученных за дом, забирают штраф, а все оставшиеся деньги отдают хозяевам, бывшим. И обычно продают как это... Как попало. Да, в смысле, как это называется? На аукционе. Да, как это. Дешевле, чем стоит дом. Просто продают, чтобы свои деньги забрать. А сколько там остаток, плевать. Отдают этот остаток бывшим хозяевам. До свидания. Если, допустим, нам не хочется такого геморроя в жизни иметь, многие люди специально ищут дома без вот этого и чего ей. Есть свои плюсы. В таких районах всегда порядок. Ну, в принципе, всегда порядок. По идее, должен быть. Да, вот, всегда внешне все красиво. То есть, микрорайон соответствует определенному архитектурному стилю. Клумбы всегда красивые, ухоженные. Дома красивые, порядочек. Если какие-то соседи шумят, другие соседи на них пожаловались, тоже, да, штраф, по-моему, могут... Ну, или полиция. Полиция, наверное, бесполезна. Я думаю, что... Почему? Легко сразу. Помню, что на нас в апартментах вызывали полицию. Мы всего лишь после 11 прошли по полу. А там пол такой был, скрипучий. Там просто ходить даже было нельзя. Полицию вызывали. Ну, вот, допустим, можно... Главное доказательство предъявить. Вот, допустим, там соседи какие-то шумят. Снять это на видео их, там время указать и отослать жалобу. И тогда их оштрафуют. Мы, как выросшие люди в Советском Союзе, нам это все за подлом. И никогда... Я никогда лично ни на кого жаловаться не буду. Вов, ты как, будешь жаловаться? Нет, наверное. И вообще, я считаю, что с соседями портить отношения нельзя. Вот, но вернемся к вот этому сараю. Это явное нарушение правил этого сообщества. И вот они его поставили. В принципе, как? Он не на нашей территории. Он нам не мешает жить. Но мы явно понимаем, что он не вписывается в архитектуру нашего микрорайона. Вот, я была уверена, что кто-то из соседей обязательно там пожалуются, уберут. Но ничего не произошло. Как раз в это время была смена менеджмента. Поэтому она не произошла. А вот у нас другие соседи. Они поставили вот такой сарайчик. Вот такой сарайчик можно. Он соответствует цвету нашему микрорайону. Его не видно, он не выглядывает. Он никому не мозолит глаза. Вот такие можно ставить. Но и на этот, наверное, было разрешение. Я точно не знаю. Вот, дальше я сейчас приступлю. Пойду объясню дальше ситуацию. Вот это наша первая комната, которая на входе. Вот практически всегда в ней вот такое безобразие. Это сейчас нормально, еще мало. Мебель, которую мы не продали с распаковок, вот это ее остатки. Осталось тут два стула. Стол завтра должны приехать, забрать. И вот этот стульчик. А сразу после распаковки у нас вот эта комната просто вся забита. И нам надоело жить, как в этом, на складе. Мы живем на складе. Тут еще, видите, у нас картины, творчество детей совместное. Называется каникулы. Кто как тешится, лишь бы не плакал. А вот, кстати, цвет стен. Камера не передает, скорее всего, сейчас, который мы выбрали в комнату. И мы поняли, что единственное, что можем сделать, это купить сарайчик, вот как у других соседей, беленький, небольшой, чтобы вот это все туда грузить, в сарайчик этот. Ух, на улице хорошо, жарко. Мы решили вот такой небольшой сарайчик как-то приспособить вот в этом участке. Все равно этот участок, он никак не используется. Здесь всегда тень, здесь всегда затишье. Вот, хорошие условия. Единственное, что здесь горка. Но Вова сказал, что он что-то предпримет, чтобы сделать ровный уровень. Ну, естественно, мы будем спрашивать разрешение, чтобы поставить здесь такой сарайчик и будем там складывать вот эти вот все из распаковок, чтобы не захламлять дом. Смотрите, вырезала хризантемы, чтобы дать жизнь моему лохматику. Я увидела, что он это, все-таки ожил и пророс. И вот эти хризантемы буду рассаживать в другом месте там. И плюс вот эти вот фиолетовые тоже. Мне уже зрители даже написали, что они сжирают все на своем пути. Я это поняла. Короче, вот эту клумбу мы так и не сделали. Жарко на улице. Ну, сейчас так пробегусь по нашему огороду. Наверняка зрителям интересно, что к чему. У нас все-таки вот этот клён ожил. Представляете? Вот, у него начали появляться листочки. Посмотрите на это. И вот тут начали появляться. Ну, будем надеяться, что он придет в себя, потому что это мое любимое дерево, я уже говорила. Потом у нас зацвел этот мертел. Он, кстати, уже... О, ягодки, видите, появились. Уже отцвел. Смотрите, какие ягоды. И вот он выглядит, как сирень, когда цветет. Как белая сирень. Мне очень нравится это дерево. И мне очень нравится, как эти деревья вот здесь, в нашей местности, выглядят. У него потом будет ствол такой, как спаянный. И он будет такой гладкий, бежевый. Аж какой-то матовый. Красиво будет выглядеть. Малинка разрослась. Боремся, конечно, с японскими жуками, но все равно активно пожирают. Соня оливковым маслом брызгала. Новый способ пытались мы натуральный найти. Как избавиться от этих жуков. Соня побрызгала оливковым маслом. Ой, тут насекомых столько. Ну, вроде... Ну, вон. Вот он есть все равно. Сидит, жрет. Идет сюда. Уйдись, мои малины. Вот. Короче. Помидоры завалились. Поняли мы. Я уже говорила, что вот эти штуки ничего не делают металлические. И у нас уже два куста убрали, потому что сходят помидоры. Мы уже как с конца мая их едим. Получается полтора месяца. Объедаемся. Но вот уже помидоры дошли до своего конца. И я, как говорила, буду пытаться подсаживать боковые побеги, отрывать. И буду подсаживать ну как в землю, может даже в горшки где-то. И они будут приниматься. И буду высаживать в грунт и пытаться еще осенью получить урожай. Огурцы не смотрите, что они так страшненько выглядят. Ведрами снимаем урожай. Надо опять уже собирать. Смотрите. Ой, уже опять большой. Очень много огурцов у нас. Вот. Ну, петрушка так принялась, но она вся срезана. Здесь я ее срезаю. Постоянно готовлю. Короче, вот такой вот у нас продолжается урожай на огороде. Южная Каролина. Как мы выяснили, это очень жаркое солнце летом. Хотя температура воздуха в районе 90, то есть это не самая большая жара, но солнце такое палящее. У меня даже была мысль уже поставить здесь крышу, потому что петрушка просто сгорает. Здесь всегда солнце, и она сгорает. Вот. Поэтому нужно быть осторожным с выбором сортов. Не каждый сорт здесь приживется, мы уже поняли. Хорошо, что нам женщина, которая дала семена и рассады, она нам дала уже сорта, такие, которые здесь растут. И жуки. Здесь насекомые. Это просто... Я не знаю, как здесь можно что-либо выращивать. Здесь сжирается насекомым, и все. И такие насекомые толстые, гусеницы жирные, с палец толщиной. Я у нас на огороде еще такие не видела, но так читала, что здесь такие гусеницы, прям буквально с палец толщиной. По-моему, они какие-то табачные называются, если хотите, погуглите. Такие монстры, такие динозавры. Так, эти цветки я обрываю, чтобы другие могли бутоны расти, распускаться. Вот они даже сушеные. Так пахнут сильно. Такие вот засохшие старые. Запах сильный. Я в мусор выкидываю, там из мусорки запах сильный-сильный. Короче, я поняла, если в Южной Каролине хотите заниматься садом или огородом, здесь нужно постоянно бороться с насекомыми. Это кошмар. Здесь их очень много. Так, ладно, вернемся в спальню. О, вот это уже почти прошелся, да? Так, я буду снимать на камеру, пока мы будем красить, а потом результат конечный попробую на телефон снять. Надеюсь, что передаст цвет. Цвет будет, он называется Light Sage. Светло-шафран. Я специально сделала скриншот фотографии стен, как будет выглядеть. Кстати, был вариант вот эту стену сделать более темной. Ну, так как-то это многие делают в Америке. Не то, что модно, но любят делать. На тон или на два темнее. Некоторые даже и намного темнее. Прям темную одну стену делают, которая, как, за кроватью. А остальные делают светлее. А некоторые даже делают вот эта самая темная стена, потом там вот эта светлее, а эта вообще светлая. Ну и к продолжению. Чему нас назвали двуличными лицемерами? Двуличными лицемерами, потому что нам, видите ли, не нравится вот тот сарай, что стоит. А сами захотели. Помнишь, мы в Хоум Ди походили, выбирали сарай. Ну как, мы присматривали просто, что нам придется покупать. Нам рано или поздно придется покупать. Какие варианты есть, чтобы не было вот такого. Ну, что-то вот такое, чтобы найти. Ну, а нас, как всегда, зрители недопоняли немножечко. Ничего, нас довольно поняли. Кое-кто из зрителей, ну и гневное нам такое, прямо это написали, типа, возмущаемся, что другие ставят, а сами хотите поставить. Ну, короче, мы чего только не узнавали о себе за все время существования нашего канала, какую только нам правду в кавычках не пытались открыть. Открыть на нас глаза, да, но до такого еще, до лицемерия еще такого не было, мне кажется. Лентяями там нас, это, бездельниками, это ладно. Все ютуберы одинаковые. Все, да, всех, всех смотрят, блогеров, все, главное, это, получают сообщения, идите на завод, работайте, или что-нибудь, когда это на ютубе происходит, там, плохие условия для блогеров. Многие сразу злорадствуют, там, в комментариях пишут, все, пора на завод идти, работать. Папульчик, ты готов идти на завод? Здесь говорят, порой идти унитазы мыть. Да? Серьезно? Завод это там, а здесь унитазы мыть, это считается, не очень. Да? А завод это круто на заводе работает, да? Завод это нормально. Вот, видите, как двуличный, корячится. Не хочет унитазы мыть. Делает все, что угодно, лишь бы не идти. Смотрите, Вова все так, все ровненько делает, все аккуратненько. Я бы вот, все равно не так бы сделала, ну, в смысле, хуже намного сделала, чем он. Вова сейчас начнет красить, а я, как всегда, буду базарить. Буду совмещать видео, два в одном будет. Вы будете наблюдать, как Вова красит стены, потому что это очень любят зрители, когда меняется комната. А я буду по пути рассказывать всякие новости. Потом, когда наступит момент, буду подкрашивать кайму, вверх ровно делать, там, где Вова не докрасит. Кстати, у нас, когда делали ремонт, здесь вот этот годовой от застройщика, кровать здесь стояла и не было доступа к стене. Здесь два раза красили, или три, по-моему, даже. Не знаю, увидите ли вы разницу, как здесь сделаны стены. Может быть, увидите. Не знаю, передаст камера или нет, но качество здесь, как будто здесь даже не красили, знаете, просто кошмар. Смотрите. Из-за того, что мы за кроватью этого не видели, этот момент упустили. Вообще ужас, Вов! Я поэтому тебе не показывала раньше. У меня, видишь, какая неприятность произошла. Я думал, у меня есть палка для этого валика ролика, а она, оказывается, у нее другая резьба. Теперь мне придется без палки работать просто с валиком. Это очень большая неприятность. Почу, это вот эта разница. Нет, нельзя так? Что думаешь, аппетит? У нее другой. А у нас для швабры есть. Нет, не подойдет. Пойду сейчас посмотрим. Это тоже от какой-то швабры. Все, проблема решена. Швабра скрутили. Распаковки нас спасли. Распаковки нас спасают все время. У нас вся жизнь из распаковок. Кстати, не стала я ждать, когда нам ночные столики, вот эти прикроватные найтстенды попадутся. Надоело, думаю, надоело жить в ожидании мебели. Короче, заказала хорошие сюда найтстенды, деревянные, прочные. Они обычно стоят в магазинах 800 за штуку. Мне получилось купить 280 за штуку. Представляете? Удалось. А вот это вручную тянулся. Потом, так как я работаю в спальне, это еще мой офис, мне нужен рабочий стол. Сюда, наверное, в этот угол. Тоже присматриваю, ищу, и чтобы подходил по цвету, и чтобы был функциональный. Вот цвет. Ну так он выглядит серым просто. Здесь на камеру тем более он будет серым. А вообще он должен быть зеленцой. Ну такой сейч. Он такой нежно-нежно зеленовато, серо-желтое, что-то такое. Слушай, ну не должно быть темное. Я переживала, что темное выбрала, потому что у нас было в конечном финале два выбора посветлее, потемнее. Ну все, с Богом. С Богом. Мне очень интересно, как быть на стене. Совсем светлый тоже не хочется. Хочется, чтобы, знаете, был контраст между белыми дверями, между стенами и вот, чтобы кровать не сливалась со стеной. Сейчас надо валить, промочить хорошенько, чтобы он изначально был такой. Не, ну плюс еще, видишь, это мокрое, она светлее, высыхать потемнее, посерее становится, да? Ну давай, с Богом. Ну, в принципе, то, что я хотела. Мне кажется, неплохо. Первая полосочка. Пахнет хорошо, люблю, когда краской пахнет. И надо жирненько сделать, чтобы не было просвета. Ага, беленьких этих. Сразу, изначально. Так, ну что, нормально. Нет, и не светло, и не темно. Обещаю, если вы не разглядели на камеру цвет, я сниму на телефон в конце, чтобы было понятно, что происходит. Вов, тебе нравится цвет? Да. Или тебе все равно? А, тебе пофиг. Мне пофиг, но цвет мне нравится. Да. Такой, под этот цвет подойдет, мне кажется, любая мебель, любой, как сказать, этот, декор, шторы, картины. Я насчет шторы еще не придумала, но уже заказала два вида этих карнизов. Вова еще об этом не знает. Ну что, уже знаю. Ты же уже сказала. Я вчера заказала эти найтстенды вечером. Ну, легла в кровать, открыла телефон и заказала. Не собиралась, но заказала. Полазила. А сегодня утром так, между прочим, Вове говорю, Вов, я тут двое найтстенды заказала. А, окей. Нет, я сказал, а, окей, только после того, как я цену узнал. Ты же вообще бережливый. Ну, это так мягко говоря, да? Ну, жлоб по-русски. Ну да, ну а я совместила и качество, и цену. 280 долларов за один найтстенд это хорошая, в принципе, цена. Можно было бы за 100 купить, Вов был бы больше рад. Но так как он деревянный, красивый, хороший, они. О, видишь, мы сегодня узнали про тебя, сколько правды. Ты двуличный, лицемер, жлоб. И тебе нужно пора давно на заводе мыть унитазы. Про то, что я в жлоб я никогда не скрывал. Я же из Воронежской губернии. А, да, кстати, это официальное название в каком-то там словаре русском житель Воронежской губернии. Жлоб это житель Воронежской губернии. Это, кстати, совсем не обидное. Да, это просто называли в народе так это воронежцев раньше в старину в Царской Руси. Людей из Курска называют куряне. Но они же не куряне. В смысле, они куряне, но в этом нет ничего язвительного, обзывательного. Ну, ты представляешь, вот мы, да, из Воронежской области, ты даже вообще из Воронежа, значит, концентрация там это в тебе прям. да. Это правда. Вот, представляешь, как это аж в народ пошло. Ну, да. Ой, мне прям очень нравится, Вов. Мне очень нравится. Главное, чтобы мне через год не надоело, и я не захотела опять перекрасить. Перекрасим. Тут дело, посмотрите. А, ну, еще поводом было качество краски. У нас вот эта краска, мы уже много раз говорили, она как побелка. И, кстати, когда жара и влажно на улице, хорошо, у нас совсем дома не влажно, да, Лов? Иногда даже сухо бывает. Я вечером такая думаю, ведь надо губы намазать бальзамом. Прям сухо. Вот эта побелка, она как впитывает в себя влагу. А вот эта мы купили краску подороже. Она не будет уже как побелка, она сатиновая, и влагу, да, мы купили. Флэт, да, мы? Вот, и она будет не блестящая, это она сейчас мокрая, блестящая, но она будет такая матовая, с блеском чуть-чуть, сатиновая, короче. Ну что, процесс идет, я уже следом Завовы подмазываю. Знаешь, чем больше красишь, тем темнее стена. Ну, все равно нормально. Это, еще она высохнет, будь потемней. Ну, в конце концов, ну, надоест темный, перекрасим посветлее, правильно? Правильно. Что нам? Так, я крашу жирненько, поэтому краски расход большой. Так, сейчас у нас такой процесс поускоренный пошел. Я вперед пошла углы промазывать. Поняли, что так будет эффективнее. Вот, а вот следом идет уже красит. Снимать некогда, краска сохнет быстро. И вот тут я начала там проходить и поняла, что невозможно здесь сделать ровно по той простой причине, что здесь очень неровные стены. Вот, и бросила, потом все-таки когда высохнет, наклеим этот скотч и прокрасим ровно. И там придется что-то делать. Самое главное, место прям над входом и испорчено. Темнее, чем думала, краска оказалась. Высохла, та стена полностью, да? Ну, да, она, я правда ее боюсь трогать, но мне кажется, что она высохла. Это, немножко темновато, но нормально. Ну, полностью еще не досохла, я вижу. И еще будет темнее, видимо, да? Ладно, хорошо, надоело белое, чуть-чуть темного будет. Вова мне говорил, давай посветлее тон, а я прям, ну, прикладываю вот эту карточку с краской к стене, ну, совсем разницы не вижу, а это прям существенная разница. А сначала, да, в банке оказалось прям белое. Вот, потом, такой нюанс, из-за того, что здесь были стены с этими, с изъянами, ну, застройщик, так вот отсюда, можете видеть, неровный угол, с белой краской не было так видно, да? А с этой краской, ну, мебель, конечно, поставишь, там картины повесишь, уже этот акцент поберется, но все равно, все изъяны видны, все как это. Я вот тут говорю, Вов, подтек ты сделал, он говорит, да, наверное, раньше был, я посмотрела и действительно, честно, не видно в этом освещении. О чем мы еще, наверняка, зрители интересуются, какие у нас на лето планы. Самое главное, что у нас, наверное, на лето больше нет никаких планов, кроме как покраски стен, да, Вов? Если по дому, то да. Если туристические какие-то вопросы, то, наверное, пока никуда. Самое главное, у нас вот такая сейчас полоса в жизни, когда у нас есть и время куда-то поехать, и финансы куда-то поехать, нет желания. У нас дети никуда не хотят ехать, их вообще не вытащишь. Они как-то настолько любят быть дома. Сначала, в начале лета еще хотели там куда-нибудь там сходить, съездить, а потом, когда подошло дело куда-то ехать, во-первых, на улице жарко, и вот это вот все желание отбивает, эта жара, на улице куда-либо выходить. Только в бассейн, и то в бассейне, там такой лягушатник сейчас, мы вечерками вот сходили несколько раз, вода теплая, теплая, но мне кажется, она такая грязная уже к вечеру. Надо по утрам ходить. Ну, по утрам, да. Когда она профильтрованная, и когда еще никого нет. Вот. Ну, короче, и дети даже не хотят в бассейн, типа грязно. Никита еще так, более-менее. Поэтому пока что никуда может быть созреем, как у нас в одночасье. Я что-нибудь придумаю, выхожу, Вове скажу, Вова всегда за, чтобы я не предложила. Кровать решается, подержи. Вот сейчас как раз то самое место, которое за кроватью. И здесь даже валиком, когда ведешь, так вот руки вот так. Да, да. А мне наоборот кажется, что она, знаешь, как они зашпаклевали, но это... Такое все. Здесь АВК поклевано, АВК покрашено. Здесь я вон уже третий слой прохожу, и все равно приходится подкрашивать. И самое главное, то, что мне вот это особо не обидно, потому что вот мы сколько модельных домов смотрели, только совсем вот местные мелкие какие-то застройщики стараются, да, вот они как-то еще без изъяна, более-менее делать. Все застройщики, которые мы крупно снимали дома, везде есть изъяны. Поэтому мы когда говорили, что вот критикуем нашего застройщика, а потом снимаем дома модельные, показываем, вот, глянь, цена хорошая. Мы показываем и вот это. И это есть здесь у всех. Мне кажется, даже вот это дорогие какие-то были такие. Дома тоже были с изъяночками, да, где попадалось. Сейчас, наверное, докрасим, откроем окна, вентиляцию включим в ванной, чтобы сисью просохла. И дать надо будет какое-то время, чтобы здесь посохло, и потом будем потолком заниматься. Да, и сейчас я уже в последние моменты пройду, вот эти вот уголочки, места все. И, можно сказать, спальня почти готова. Слушай, мне нравится и краска. Ну, цвет я уже сказала, а краска неплохая. Я когда начала раздумывать о том, чтобы перекрасить стены и выбрать цвет, ну, мне прям первым делом захотелось, первая мысль была, что именно вот что-то вот такое. Светло-серо-зеленое, что-то из этого. Вот. А потом, так как я в телефоне все искала, всю информацию, меня гугл засыпал и с ссылками на эти, на магазины с красками, и с примерами покраски стен. И я прочитала такую статью, он у меня в новостях, типа в ленте гугл новостей, что в 2024 году будет тренд на стены белыми и серыми, больше не красите. Угадай, какие цвета, Вов? Зеленые. Ну да, вот такие вот это. Сейдж называется, шафран. И желтоватые, что-то такое желто-персиковые. Ну что, комната практически готова. На входе вот здесь были такие неровности с тех времен еще. Я Вову попросила еще разочек пройти, еще слоем небольшим покрыть, чтобы было поприличней. Потому что это как бы в глаза бросается. Входишь, выходишь, смотришь на эту стену чаще всего. Да, сильно большая разница между мокрой краской и темной. Ой, темной, сухой. Кстати, мне кажется, что зрительно все-таки комната стала поменьше, но поуютней. И кровать теперь будет выделяться наконец-то. Ну что? Незаметное, типа, время пролетело, да? Вова наклеила, мы уже вдвоем прошлись. Вова там заканчивает, я там делала. Он здесь. Вот. Ну и теперь дождемся, пока все высохнет, и будем пленочку снимать. Мазнули. И Вова там несколько раз мазнул потолок, и я мазнула. Вот тут. Ну и хорошо, что мазнули, а то мы все оттягивали, не ехали покупать краску. А теперь точно будет причина поехать срочно ее купить. Да, именно вот эту вот краску, чтобы подкрасить, которая у нас на стенах. И белую краску тоже надо покупить. Там тоже дверь мазнули. Там тоже кое-где надо подкрашивать. Не запускать, чтобы. Ага, и теперь у нас дилемма. Делать ли вот эти штуки зелеными, они как бы считаются тоже стенами. Все, что вот это, это потолок, а вот это стена. И я прям вот в каком-то раздвоенном состоянии, потому что я боюсь, что слишком какое-то сделать тяжелым все вокруг. Не знаю. Трепануть это не очень долго, потому что трепить мне надо вот там, там, где белое. Здесь, я думаю, трепить не надо. Хотя и здесь можно трепануть, это тоже быстро будет. Вот. Что касается трепления. Покрасить это будет... Валик есть, валиком прошелся, потом тоненько там. Я думаю, это не долго будет. Другое дело... Как это будет выглядеть? Будет ли это хорошо выглядеть? Может, давай пока так оставим? Краска у нас есть. Если что, мы... А ты послешь, мы сейчас... Сейчас я уже шторки повешу, мебель всю поставим. Все, и потом это уже... Мебель не будет мешать. А кровать я чуть-чуть там передвинусь, что ли, все. Это вообще не проблема. Ой. О-о-о-о... Везде, везде мазну... О-о-о-о-о... Значит, будет и на потолке отрываться, да? Капельки. Ничего страшного, подкрасим. Опа. Значит, надо поаккуратнее. Ну, я сейчас пройду аккуратненько. Я возьму маленькую кисточку художественную свою и очень аккуратно подкрашу. Да, это тейп один был, а закончился, и Вова взял другой. Вот этот. Короче, более старый, наверное, или новый, Вов. Наоборот, более... И он вообще вот здесь отходил, поэтому мы все панютуса испачкали. Вот тут сильно отлетело. Да, краска затекла. Ну, что страшно, подкрасим. Ну, да, сейчас уже не подотрешь здесь ничего. Подтек. Будешь вытирать, сделаешь еще хуже. Да, поэтому лучше закрасьте. Вот там в углу тоже отошел тейп. А здесь вроде бы хорошо. А и вот там тоже. Короче, плинтус надо будет себе перекрашивать. Все понятно. Все понятно, все хорошо. Ага, все понятно, все хорошо. Да, Вова всегда так говорит. Все понятно, все хорошо. О, какая красота. Я очень хотела, чтобы была контрастная вот эта вот дверь, плинтуса, окна. Смотрите, совсем уже другой вид. Так, ладно, я отключаюсь. Мы сейчас все оторвем. И когда уже будет готовый результат, я сейчас еще все подкрашу. Включусь. Но за краской мы поедем не сегодня уже. Может быть, завтра, да? Думаю, что завтра с утра. Ну что, друзья, комната готова. Ну как готова? Еще недостаточно мебели здесь. Но уже, можно сказать, мы большую часть делали. Здесь решили не красить. Вот. Найт-стенды, которые я заказала, будут примерно какого-то вот такого цвета. Где-то чуть-чуть посветлее, чем Чест. Вот этот шкаф Чест я поменяла местами с нижней спальней. Туда отнесла тот серый из распаковки. Он там больше подходит, лучше смотрится. А на мой взгляд, вот этот здесь больше вписывается. Он прям с этой полочкой сочетается. Здесь такой какой-то, типа, деревенский стиль. И ночные стольки. Найт-стенды я заказала тоже что-то вот такое. Вот какой-то. Это мое будущее рабочее кресло. Сейчас оно пока просто стоит, ждет своего часа. Это кресло из распаковки. Я очень люблю здесь сидеть. Во-первых, в окно смотреть. Во-вторых, здесь можно что-то почитать. Накрасить ногти, сделать макияж. Здесь освещение хорошее. Поэтому это вот мое любимое местечко. Сюда прям напрашивается маленький-маленький столик. Если в распаковке не попадется. Но я сейчас временно использую тот, который у нас попадался в распаковке. Но он, мне кажется, не совсем сюда вписывается. Ну, короче, будет здесь еще маленький столик, чтобы можно было кружку чая поставить, там что-то положить. Вот. А, ну и обещала на телефон снять. Сейчас я сниму на телефон. Посмотрим разницу. Ну, а теперь я снимаю на телефон. Вот это реальный цвет стен. Камера на... Камере наверняка не передавала этот цвет. Вообще, мне очень нравится. Чуть-чуть посветлее бы, а так мне нравится. И вот это вот пока решила не красить. Ну, и Вова со мной согласился. В любой момент можем докрасить. У нас целый галлон краски остался. Вот. Постельное белье. Вот это вот, то, что купила в одном из видео последних. Оно такое немножко мято. Мы просто под ним спим, под этим одеялом. Невероятно крутое. Невероятное. Дети придут ко мне. Сядут на кровать. Ой, мама, что так приятно. Это вот самое мягкое одеяло, которое я когда-либо использовала. Короче, классное. Так, ну и давайте попробуем с вами закроем эти шторки рулонные. Которые выполняют не роль штор, а роль жалюзей. Я здесь обязательно буду вешать шторки. Сейчас посмотрим. Ну, днем не видно. А я еще не выбрала, какие шторки сюда. Теперь я понимаю, что сюда только светлое что-то нужно. Ну, темнить шторками здесь, ну, никак нельзя больше. Одним словом, вот такая вот спальня у нас получилась. Готовый конечный результат со шторками, с ночными столиками, со столом. Ну, скорее всего, с ними. Потому что наверняка будем распаковывать с вами вместе nightstandы. Уютненько, по-домашнему. И да, и Коля мне сказал, ну, говорит, теперь больше похож на дом. Чуть-чуть поналяпали, но это ерунда, это мы тачапнем. Да, надо будет дорабатывать, доделывать. Ну, и насчет этого я тоже сказала, что потолки пока это, пока так будет. Посмотрим. Захотим переделать, переделаем. Точнее, доделать. Да. Ну что, на этом, наверное, давай заканчивать. Мы сегодня уже хорошенько это... Хорошо потрудились. На этом у нас сегодня все, друзья. Всем всего доброго. Пока. Всем пока.